Говорят, не жизнь преподносится, а человек сам себе. Человек выбрал. Ром, говори, как родители в школе сначала. Ну а что, ты отказался? Надо поздороваться. Надо поздороваться. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемая публика. Вы присутствуете на закрытом показе. Это закрытый сезон. Закрытый показ второго сезона. Что смешного? Целый год мы обсуждали, обсуждали. А почему? Пока Олег не прикрыли. Пока Олег не разрешил прикрыть и открыть заново. То есть он крайний? Конечно. Хорошо, давайте на новом уровне. Потому что сказали, что год. Ты говоришь, в апреле год, а год в мае оказывается. Потому что отмотали, все пересмотрели. Она сказала, ошибку нашла. Да, да. Говорит, вы еще можете пару выпусков там. Затиренные выпуски. Затиренные. Вы лежали на полке госбанного фонда. Затиренные. Госбанного фонда. Затиренные выпуски, которые цензура не пропустила. Ладно. А теперь все серьезно. Итак. Сегодня 1 мая. Первое, второе, третье не имеет значения. Вот мне Олег говорил интересную фразу. И вот он такую вещь сказал. Типа как-то меняться. Что-то менять в себе или что-то не менять. Ну, говорите, вызывайте. Своими словами, Роман, говорите. Своими словами я не могу сказать. Ладно. А, ты про в машине, как я говорил, меняться или не меняться? А? В машине меняться или не меняться? Нет. Вот ты сейчас говорила, такая у тебя фраза была там где-то в твоих словах до видеосъемки. О том, что... И вот Леша потом тоже как бы дополнил. Видеосъемка. Все они имели сразу, потому что сценическое мастерство это очень сложно. Вот говори о чем была у тебя самая сложная в жизни своей такая. Ну, вырази себя. Зачем меняться? Зачем меняться? Вот смотри, да? Зачем меняться? Я расскажу сегодня. Давай. Зачем? Зачем меняться? Да. Зачем? Зачем? Вот. А у нас сегодня 1 мая. Я как раз все начал, он говорит, я обещал. Сегодня 1 мая. Так ведь? По мне отличный праздник. Пускай. Пускай. Другой бы спорил. Кстати, вопрос возник небольшого экскурса. Сейчас булко-хрусты часто говорят, что вот там, знаете, совок много чего там наделал, но как-то забывают про царя, говорят, ну вы в курсе там была 1 февральская революция. Так, стоп, стоп, стоп. А почему нет? Олег, Олежка. Я тебя прошу. Олежка, давай мы не будем сейчас политинформацию продавать. Просто простейшие вещи. Простейшие вещи. Зачем? Тебе зачем меняться? Скажи мне. А, мне зачем меняться? Ну мы же говорим про изменения человека. Да. Рассказывай, рассказывай. Давайте так. То есть по мне, вот сейчас у нас, как у меня был диплом идиомоторный тренировок из высших спортивных разрядов, так моя сейчас жена подхватила эту теорию с нейролингвистика, она что-то на логопеду доучивается. И мы читаем эти книжки всякие. Слушайте, у нас вообще образование можно переформулировать не как объем знаний, а как какой-то объем связей в головном мозге, которые даны, нейронные связи, которые даны для того, что там, неважно помнишь, ты не помнишь, но у тебя определенный подход в голове, который работает. Вот из-за этой зональности мозг, он может... Чего? Олег, ты не представляешь, сколько мне сил требуется, чтобы тебя не перебивать. Я понимаю. Ну и что? А почему? Перебей давай, перебей. Я тренируюсь. Перебей бы попередусь. Давай, Влад, перебей. В чем вопрос? Я задал вопрос. Вот тема. Да. Зачем меняться? А я начал тебе говорить. Затем меняться, чтобы поддерживать эти связи, которые будут поддерживаться в надлежащем состоянии. Человеческий организм так связан. Нам нужно и связи поддерживать. А во-вторых... Социальность. Нет. Связи в голове. Это нейронные связи. Нейронные связи. Я про что и говорю. То есть нейронные связи, которые должна... Зачем? Затем, что мозг не то, что не стареет, а как бы в каком-то виде будет в надлежащем состоянии поддерживаться. Будет он стареть или нет, это другая часть. А как мы им будем пользоваться, это важно Отсюда и йога, и фигоба Которые могут возникать в позиции Почему они раньше были Ты давай еще скажи, что дзюдо способствует этому Да А чего ты мне лапшу на уши, видишь Боевые искусства, они могут исправить человека Сделать его лучше Воспитать в нем Патриота Нет, патриоты это ты придумал, я тебе ничего не говорил Ну ты же про первую маню Для этого же было вообще создание А для чего? Для того, чтобы на войне-то они другого убивали За что? За какие-то свои проблемы За отечество, за царя За Сталина За Сталина, да Боевые искусства были созданы для того Чтобы руками Других Как это? Менять других Четвертевых наметов Зачем нам меняться? Зачем нам меняться? Вот ты говоришь Изменяться Что-то делать с собой Зачем? Зачем? Рома, у тебя выбора нету Ну это понятно Вот и все У тебя нет выбора Меняться или не меняться? Другой поспорим Ты можешь умирать, либо не умирать Вот и все Не умирать, пока есть сил Должен что-то делать Просто делать, потому что Какой у нас выбор вообще? То есть у нас выбора-то нету Нет, у тебя нету Ты что, ко мне пристал? Слушай, ты как Рустем Который говорит Не, не надо говорить про всех Говори про себя Рустем, а тебе говорим Да, да, да Просто Да, да, да Говоришь мы Говори про себя Нет, там это Действительно Степень личной ответственности То есть Ну такие правила Ну, хорошо Это степень личной ответственности Тогда я могу говорить про своих детей Они вышли из меня Из моей жены И часть меня Соответственно Как минимум Смотри Смотри, как он может Вот все-таки Четыре высших образования Три Три высших образования Как он может грамотно Вот такие дебри увести А я вообще Меня не волнует Это строительное образование Только мои дети Вырыт котлован, блин Засунет мысль туда Засыпет, построит дом И вообще неизвестно Где эта идея была Очень хорошо Очень хорошо Да нет, я переведу Я понимаю Ром понимаю Олега понимаю Телезрители понимаю Он просто Вот когда человек Это вот Мы же преподаватели Да? Мы же Вот у нас Ну, структура такая Мы можем отходить Шаг лево, шаг право Но все равно Нет, я не знаю Я не знаю Про каких преподавателей Ты говоришь Ты говори о себе Ты начни Мы же преподаватели Мы можем Я не знаю Ты или мы Или кто Или кто Мы Так, я преподаватель преподаватель ты не знаю а куда ты едешь ты что ты ко мне вопросу дашь ты преподаватель, ты прокурор вопрос не задавай мне я тема, нужно ли меняться зачем тебе меняться правильно, как ты сказал, как ты говоришь изменения это что выживает кто? не самый сильный а самый, кто может адаптироваться а адаптация это и есть изменения поэтому мы, как Олег сказал что мы вынуждены изменяться у нас нет выбора этого или ты изменяешься, или деревья они сбрасывают листву, для чего? чтобы зимой а весной, сейчас 1 мая я вот связываю все ваши мысли деревья распускаются снова появляются листья, это цикл ну скажем так смотрим я на спину хунапку, единственная дающая меру из жизни это вращение системное просто иллюстрация ты прям сказал, что в мозгу что-то там происходит какие-то нейронные связи ты узнал, а для тебя это просто отключается нет, нет, я не узнал у меня еще 20 лет просто вопрос стоит стоит это хорошо 50? это секретные техники мудрые вот так, Ром, переворачивай руку и все и вот так, и вот так ну да делай зарядку Влад, значит, ты считаешь, что тебе меняться нужно? я меняюсь ты меняешься? конечно, в большую сторону а какие технологии ты используешь? секрет раскроешь? секрет секрет это чистота скажем так должно быть все-таки какая чистота? у тебя воды здесь нет уже 5 месяцев ты не можешь многочисто я его принес с колодца скажи тебе, чистота в чем? вот я просто так задал вопрос не потому что я против воды в твоем кране а вообще ты видишь, чистота в чем чистота? чистота Ром признается из нее, что это он вытащил этот самый чистота не в плане вот количественное, скажем так а чистота я вот в данном контексте имею в виду, что должно быть пространство чистое кружка чистое тело чистые мысли потому что а первичное можешь выделить вот какую-то первичность? чистая кружка важнее, чем чистые уши? критерии по каким-то иногда важны чистая кружка иногда важны чистые уши то есть критерии оценки могут разные и видишь, благодаря нашим встречам я могу уже хотя бы ну, не плавать так вот в теме ну, все равно плаваешь, скажем но уже объяснить, когда тебя могут вот, в 90-е вы же были, ну я там ребенком был в 90-х вот эти бундики, а ты такой-сякой вот этот словесный базар там, ну, развод раз подменяют понятие и тебя пытаются на этом подловить скажем так но чем это закончилось для них? кто-то мутировал, изменился, скажем так а кто-то, соответственно, выбыл из этой игры скажем так, и причем ну, мутация же разная может быть мутация может быть так называемая скрытая то есть ты вроде бы мутировался, но остался тем же а это иллюзия называется это иллюзия то есть мозг может мы с тобой тоже говорим об этом ты начал тренироваться и у тебя появилась иллюзия такая что ты становишься неуязвимым, скажем так и жизнь тебя потом, в конце концов или учит, или наказывает если ты не понимаешь но через других людей сколько было опасностей? сколько опасностей? там первая это ясность, вторая это... а потом, в конце концов, возраст возраст так что вот так вот вот и все так мы идем вот так я а я вообще считаю, что меняться не надо не меняйся я даже вот последние несколько, может быть, недель думаю об этом меняться, не меняться я понял, что... то есть не мыться меняться или не меняться ну и не мыться ну смотри, что произошло я так предполагаю я родился я родился а меня начали менять не под моей... у тебя воли не было было так называемое мое внутреннее заложено физиологические изменения которые шли сами собой природными я пытался встать на ноги какие-то органы развивались во мне и так далее потом в 20 лет вот так было в 30 так и так далее но потом меня начали как бы меня начали установки вне природы моей жизни начали мне вот как ты говоришь установки а ты не занимался чем хотел себе всю свою жизнь родители начали мне что-то говорить в школе меня начали что-то говорить меня пытались все время поменять и в результате сегодня я вижу, что меня так так пытались все время поменять что в конечном итоге где я как мы как-то обсуждали эту тему где я оказался То есть, мне сейчас, в принципе, сейчас, в данный момент, я понимаю, что мне надо меняться. Меняться, опять, к какому принципу? Меняться. Вернуться обратно. Пойду детства. Вернуться обратно. И как-то начать заново. Не то, что, знаешь, как бы, ничего нельзя вернуть, но можно начать сначала. Вот такое есть выражение, я где-то слышал. И я вот вижу, что если бы, возможно, меня бы не трогали... Не трогали. Он бы смог бы говорить даже. Да. Подожди, подожди. Нет, я не говорю... Это натуральный подход, который сейчас трактует? Я не натуральный подход. Я говорю так, я сейчас, вот если глобально. Изменения происходят физиологически, на уровне природы, заложенном в организме человека, как любое дерево. Мы же не учим дерево расти. В нем заложено все это, правильно? В человеке, возможно, я так думаю, во мне тоже это все заложено, так как я часть природы. Кем? Я не знаю, кем... Если того не занимались, то непонятно не заложен. Но начали заниматься. Разные люди, как говорится, понимаешь, даром преподаватели время тратили. Вот правильно, тратили. Тратили время, да? В результате тратили время. Вот, ну, допустим, мой пример, один из моих примеров, там, допустим, неправильно изложенная мысль, допустим, моих родителей в плане воспитания, допустим, ну, у меня в семье было два брата, да? Ну, то есть я... Это фильтры. И так далее. Неправильное восприятие этого, так называемого, воспитания или какого-то изменения. То есть воспитание, что значит? Это изменение. Пытались поменять нас. Вот мы были чистые, листочки нас пытались поменять. Сделать из нас самолетик. Или сделать человечка. Или раскрасить синим. В угоду тем, то есть в угоду моим родителям. Они так думали, что вот так будет хорошо. Нет, я не против своих родителей. Я не против еще чего-то. Но зачастую бывает так, что внешняя среда пытается людей подстроить под те мысли, которые есть у этой внешней среды. Ну да. Под те мысли и идеи. Они действовали из лучших повышений. Да, из лучших повышений всегда. Из тех обстоятельств ты бы их так бы сделал. Даже я, подвластный тем, что я прошел, начал так же воспитывать своих детей. Да. Я начал менять их. Они менялись сами, а потом я влез в их изменения, заложенные природой. Я стал так говорить. О, ты так-так, давай это, давай то, давай сё. Вот это. А сейчас я понимаю, насколько это было глупо. И возвращаясь к теме, помнишь, мы говорили так. Любителей воспитывать. Помнишь, такая идея была? Да. То есть, я посмотрел, что я все свои годы, вот последние там 20 лет, я свои детей воспитывал. Хорошие вещи делали плохие? О, нету хороших. А я не знаю, есть хорошие вещи. Есть хорошие вещи. Не могу сказать, что я делал хорошие или плохие вещи, но я влез. А вот, Ром, а если бы ты вообще не организовал бы их нейронные связи, овощами были современными, которые ходят и сами не знают, что хотят, а не нечего. Не надо, я считаю, что не надо. И не надо ребенку объяснять, что такое хорошо, что такое плохо. Это овощизм, Ром. Они так и будут ходить. Их кто-то другой воспитает. Они не найдут Моргенштейна, который им впилит. Человеку нужно брать пример. Он с чего-то воспитывается. Вот есть. А сказать, что вообще вот так вот. Это, как это, кубики перебирать. Монте-сори. Да, Монте-сори, вот это все. Они все это преподают, как бы, вот, типа, натурально. Все равно пропаганда будет. Мы будем делать. Человек не может без большой идеи начать расти, понимаешь? Они найдут другую, скажи, хоть какую-нибудь, Ром. Какая большая идея? Да любую, другую. Найди идею. Какую-нибудь любую. Они ее найдут. У Моргенштейна. Какая большая идея, я тебя всегда жду. Хорошо? Сейчас пойдем греться. Только... Да, бой. Все есть, да, все будет. Давай, приезжай сам. Хорошо? Давай, ждусь, нетерпением. Это была телефонная пауза. Ладно, давай так. Реклама. Я хочу сейчас, перед тем, как мы пойдем погреться, может быть, закончить мысль Лешей какой-то, может быть, идеей. Поделиться своим мнением по этому вопросу. Нужно ли человеку меняться? Ну, человеку и давай сейчас, если тебе. Ну, конечно, нужно. Вот Влад правильно сказал. То есть, адаптация. Ситуации постоянно в нашей жизни меняются. И если ты будешь вот так твердолобой идти напролом, то тебя просто сломает. Перемулит. Если ты не будешь гибкий путь использовать. Это понятно, да. А это использование, это и есть изменение. Но должен быть стержень все равно, который ты придерживаешься. Нет, есть стержень, который жиждится на твоих жизненных принципах, стоях, ценностях. Да. Но подстраивание под ситуацию, это изменение. Не изменяя своим принципам, справляться с создавшись ситуацией. Искать ресурсы внутренние, внешние. Меняться нужно. Значит, меняться нужно. Может быть, может быть, нет. Хорошо. А взять так? Нет, стержень остается. Может быть, это не меняться. А он может это меняться. А играть роль. Можно я скажу так? Играть роль в создавшейся ситуации, чтобы выйти из нее победителю. Что у нас говорит о сопротивлении материалов? Есть материалы гибкие, типа сталь, которые гнутся, и потом они возвращаются в упругое состояние. Возвращаются. Но это все равно временное изменение. Она согнулась, потом выпрямилась. Ладно, мы немножко еще дополним наше рассуждение после... Да, но знаете, мне как тяжело вас не перебивать. А потому что ты должен меняться. Да, я должен. Нет, перебивай. А что ты можешь нам сказать? Перебивай. Скажи. Вот сейчас можешь сказать. Только давай, ниже пояса не перебивать. На этом, да? Мы чуть-чуть. Делаем паузу.